МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Родион Архипов. Минздрав Чувашия бьет тревогу. В Республике вновь зарегистрированы случаи, когда по вине родителей гибнут маленькие дети. Вся о печальной судьбе двух младенцев министр Алла Самойлова рассказала на еженедельном совещании правительства. Последний вопиющий случай. Батревский район, семья многодетная, пятый, шестой ребенок, двойня. Теряют месяц назад ребенка одного из двойни приспали. Буквально в праздники теряют второго ребенка, опять приспали. Мы видим, насколько административно в других странах социальные службы даже отбирают детей. У нас эти случаи, к сожалению, продолжают оставаться. Напомнила Алла Самойлова и о том, что в период сдачи ЕГЭ дети с тонкой душевной организацией, слабой нервной системой, нуждаются в особо пристальном внимании и поддержке взрослых. К сожалению, экзаменационные стрессы иногда приводят к суицидам. В нашей республике в разные годы были попытки самоубийств выпускников. Несколько из них, увы, доведены до трагического конца. На совещании обсудили и другие вопросы. В частности, как идет подготовка к летней оздоровительной кампании. Всеми формами организованного труда и отдыха планируется охватить почти 12 тысяч детей. По-прежнему самое большое количество детей примут пришкольные лагеря. Их в республике без малого 400. Еще будут работать 24 загородных, 23 лагеря при центрах социальной помощи и впервые 31 палаточный. На все эти цели заложены 313 миллионов рублей. Подготовка кадров идет полным ходом. Уже набран медперсонал лагерей. В данное время он проходит специальное обучение и повара. Роспотребнадзор также подключился к работе. И в этом году мы новое такое мероприятие проводим. Это гигиеническое обучение не только со специалистами оздоровительных учреждений, но и с руководителями предприятий, которые поставляют пищевые продукты в лагеря. К нашему сожалению, очень маленький процент поставщиков это наши местные производители. Вопросы безопасности детей под контролем у нескольких ведомств. Министерство внутренних дел Почувашии предупреждает, в этом году сотрудники полиции не будут работать в оздоровительных лагерях постоянно. В связи с этим выявленные недостатки особенно тревожат правоохранителей. Констатировать о том, что в целом курортно-оздоровительные объекты и в частности детские оздоровительные объекты готовы к охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в местах отдыха не приходится. Значит, на поверку подавляющее большинство этих объектов на сегодняшний день имеют или вернее не имеют кто-то тревожной сигнализации, кто-то договоров вообще на охрану, кто-то видеонаблюдения. Глава Чувашии потребовал отнестись к этому вопросу. с особым вниманием. Отработайте весь комплекс мероприятий, который сейчас министр внутренних дел сказал. Поручение мы его включаем с учетом измененного законодательства. И руководители учреждений, и юридические договора все должны подписать. До начала сезона. Времени до начала летнего сезона осталось не так, чтобы много. Но успеть можно и нужно, подвел итог Михаил Игнатьев. Что же касается шестого Чебоксарского международного кинофестиваля, то к его проведению практически все готово. Отобраны конкурсные фильмы. Их будет 12. А также киноленты для спецпроектов в рамках фестиваля. Утвержден состав жюри. Программа фестиваля очень богата и разнообразна. И включает в себя и конкурсные показы полнометражных фильмов, ретроспективный показ фильмов режиссеров, специальная программа фильмов малых народов, детская программа, ночь фильмов, классиков советского кино, программа фестиваль фестивалей, пресс-конференции, мастер-классы. В программе кинофестиваля, помимо показов, встречи с артистами, мастер-классы, вход на сеансы свободный. Глава республики Михаил Игнатьев также рассказал об участии чувашской делегации в официальных российско-японских мероприятиях, прошедших 29-30 апреля в Москве. Наша республика стала одним из немногих российских регионов, приглашенных на экономический форум и прием в посольство Японии, где состоялась встреча Михаила Игнатьева с премьер-министром страны восходящего солнца господином Синдзо Абе. Японо-российский форум «Поиск возможностей для более широкого сотрудничества» прошел в рамках официального визита в Москву премьер-министра Японии Синдзо Абе. За всю историю отношений между нашими странами это первое столь масштабное событие. Вместе с премьером приехала многочисленная делегация бизнес-сообщества страны восходящего солнца. В работе форума приняли участие 120 представителей крупнейших японских компаний. Мы должны обогатить сотрудничество наших стран новыми достижениями. Надеемся, что японский опыт послужит повышению качества жизни россиян. Первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов отметил, что российская страна придает большое значение построению эффективных партнерских отношений с японским бизнесом. В России высоко ценят те достижения, которые есть в Японии. Японское общество достигло многого за последние десятилетия. Мы хотим поделиться тем, что есть в России. Помимо полезных ископаемых и необъятных просторов, в России есть очень талантливые люди. И мы приглашаем японские компании к совместным проектам не только на Дальнем Востоке и в Сибири, но и в любых других регионах, которые будут интересными для японских предпринимателей. В знак подтверждения своих намерений японская страна презентовала на форуме множество проектов в сфере сельского и лесного хозяйства, рыборазведения, городского хозяйства, здравоохранения. Отдельное направление презентация японской кухни в осёку. Как заметил господин Синзо Абе, жители страны восходящего солнца едят не только суши. Их пища гораздо разнообразнее. При этом она натуральная, низкокалорийная и сбалансированная. Известно, что в Японии самая высокая в мире продолжительность жизни в среднем 83 года. И самое низкое число людей больных ожирением около 4%. У наших народов есть похожие пословицы. Кто ест из одного котелка становится ближе и роднее. На весеннем приёме, устроенном в посольстве, премьер-министр Японии и глава Чуваши обсудили возможное направление сотрудничества и обменялись визитными карточками. Уже можно говорить о перезагрузке российско-японских отношений. Эта мысль в последние дни звучит всё чаще. Премьер-министр Японии известен как политик, настроенный на активное партнёрство с Россией в целом и с регионами в частности. Со своей стороны, Чуваши готовы к расширению деловых связей. У нас намётки есть по твёрдым бытовым отходам, у нас намётки есть в сельском хозяйстве, у нас намётки есть в медицине. Я уверен, что в среднесрочной перспективе один из проектов у нас будет реализовываться на территории нашей Чувашьей земли. А мы, органы власти, создадим благоприятную среду для того, чтобы они чувствовали комфортно на Чувашьей земле и могли реализовать свои идеи, свои проекты. Напомним, по итогам переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синзо Абе был подписан ряд совместных документов о сотрудничестве в инвестиционной сфере. В частности, планируется создание российско-японской инвестиционной платформы между Российским фондом прямых инвестиций, Внешэкономбанком и Японским банком международного сотрудничества объёмом 1 миллиард долларов. Эти средства позволят внедрить в нашей стране передовой японский опыт в жизненно важных сферах. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов для программы «Республика» из Москвы. Пассивная в полном разгаре, но работы ещё много. Тем не менее, глава администрации районов планирует завершить весенние полевые работы до 15 мая. Как обстоят дела на местах, доложили Михаилу Игнатьеву в ходе видеоконференции. На сегодняшний день на пассивную вышли все районы республики. И сделали это раньше на пять дней по сравнению с прошлым годом, 18 апреля. Всего 577 тысяч гектаров земли предстоит обработать в Чувашии. Увеличили посевные площади горчицы, однолетних и многолетних трав. В каждом районе весенние полевые работы идут своими темпами. Полностью обеспечены семенами и кондиционность семян выше, чем в прошлом году. Практически 90% кондиционных семян составляет на сегодняшний день. Также и удобрениями обеспечённость она выше 51%. Проводится культивация зяби, проведена общая сложность на площади 112 тысяч гектаров. И по состоянию на 6 мая посеяно 97,5 тысяч гектаров или 47,1% к запланированному объёму. Это в принципе в три раза больше, чем к уровню прошлого года. Ну, конечно, на это сказывается, во-первых, то, что на пять дней раньше вышли. Во-вторых, погодные условия более благоприятные в этом году были. Более 50% посеяно это в 8 муниципальных районах. И в трёх районах республики посеяно более 70%. Это такие, как Батовский, Комсомольский и Яльчевский район. Но, конечно, здесь это всё-таки сказывается то, что южные районы более раньше выходят на сев. Но в то же время у нас даже вот южные районы, считаем, это АлатРский район, у нас практически очень низкий процент села. Это 20,3% только. Глава республики рекомендовал в два раза повысить темп посевной в АлатРе. В числе отстающих также Шумерлинский, Чебоксарский и Красноармейский районы. А в Канажском районе хозяйство Жукова до сих пор не вышло на посевную. В Аликово дела обстоят лучше. 3000 гектаров посеяно. Колосы фермерское хозяйство Никифорова полностью завершили посевную. После 9 мая хотят выйти на посадку картофеля. Татьяна Трофимова, Олеся Русакова, Евгений Анисимов, Республика. Ветераны Великой Отечественной войны по-прежнему в строю. Они активно участвуют в жизни города, в парадах и других общественных мероприятиях. О своих проблемах молчат или пытаются решать их своими силами. Но так происходит не всегда. В начале апреля труженица тыла, вдова участника Великой Отечественной войны Ксения Кудряшова обратилась с просьбой о проведении косметического ремонта в ее квартире. Представители общественной палаты обсудили этот вопрос совместно с главой города Леонидом Черкесовым и побывали в гостях у семьи Кудряшовых. Данный вопрос был рассмотрен, он был рассмотрен комиссионно и было принято решение о оказании содействия в проведении косметического ремонта. На данный момент по согласованию Ксении Сергеевны начнутся работы по проведению косметического ремонта и те виды работ, которые она обозначит, мы постараемся выполнить в установленные сроки. Ксения Кудряшова родилась в Морпосадском районе, росла в большой и дружной семье, в которой было девять детей. После наступления войны всем пришлось непросто. Братья ушли на фронт, отца расстреляли, как врага народа. Женщинам и детям выпала нелегкая доля, нужно было много работать от зари до зари. С мужем, танкистом Федором Кудряшовым, Ксения познакомилась во время войны. Всю жизнь жили душа в душу, но время неумолимо уходит, оставляя в прошлом героев войны. Совсем недавно не стало и Федора Николаевича. Но Ксения Сергеевна старается не грустить, и в этом ей всегда помогает песня. В скором времени в квартире Ксении Кудряшовой начнется ремонт. Как отметили представители «Единой России», проблем у ветеранов немало, и молчать о них нельзя. Ветераны могут обратиться с интересующими их вопросами в общественную приемную. Эти вопросы будут рассмотрены с выездом на место и, конечно, будут приняты соответствующие меры. Ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды Великой Отечественной войны, конечно, могут положиться на общественную приемную. Татьяна Филатова, Николай Яковлев, Республика. В Подмосковье, как известно, вводятся лещи, а Чувашия теперь может похвастаться и стерлядью. Молодые журналисты запустили в реку тысячи мальков. Необычную акцию провели в рамках фестиваля «Волжские встречи». О рыбалке наоборот. Репортаж моих коллег. Кто-то ловит, а кто-то выпускает воду. Более трех месяцев этих мальков выращивали в специальных камерах, кормили биодобавками. Чтобы они легко освоились в реке и не погибли, уже в инкубаторах была настроена подобающая температура. Плюс 8 градусов, как и Волги. Рыбка выросла до 15 сантиметров в длину размером с человеческую ладонь. Теперь мальки готовы к большому плаванию. Рыбное золото России. Золотом России Великая Русская река славилась всегда, но с каждым годом в Волге этой рыбы становится все меньше, говорят специалисты. Восполнить ее популяцию возможно. Для этого и придумали благотворительную акцию. Наверное, каждый из вас мечтал, мечтает и еще надеется поймать свою золотую рыбку. И, наверное, каждый думает, как это неплохо быть рыбаком и поймать рыбку. Но самое лучшее, наверное, все-таки эту рыбку выпустить. Дать ей путь в большую Волгу. Подобного в республике не происходило никогда. Запустить стерлядь в воду сначала доверили самым юным. Первым рыбкам они решили присвоить настоящие имена. Когда Ариэль уплыла далеко от берега, организаторы открыли затвор большого контейнера. Считанные минуты и мальков отпускают в Волгу. Момент поистине торжественный. Бурлящий поток воды унес в реку рыбий косяки. Пополнение большое. Экологический десант отпустил в Волгу более 15 тысяч мальков. Скоро они начнут размножаться. Восполнить популяцию стерляди удастся, уверены организаторы акции. Первый шаг уже сделан. Будет и второй. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоглев. Республика. А накануне чебоксарцы встретили главный православный праздник Светлое Христово Воскресенье. Зажженные свечи и светильники в церкви, просветленные лица верующих, белые одежды священнослужителей. Все предыдущие дни служба проходила исключительно в Великопостных черных одеждах. В столичном Покровско-Татьянинском соборе, как и во всех церквях республики, прошли торжественные богослужения. Церковную службу здесь возглавил митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. За несколько минут до наступления полуночи православные обошли вокруг собора крестным ходом. Это символизировало шествие жен-мироносец, которые несут весть о случившемся чуде. Затем благовес сменился непрерывным перезвоном всех колоколов, возвещая о приближении великой радости. Духовенство вернулось в собор, чтобы поделиться благой вестью с собравшимися в храме. Священнослужители спели «Радостный тропарь». Прихожане с этой радостью вошли в храм. Собор не смог вместить всех желающих, но это не испортило никому праздничного настроения. Сегодня великий праздник у православных на самом деле. Стараемся не нарушать традиции, приходить. Ощущение душевной спокойствия возникает. И все будет хорошо. Все как полагается. Кулинч, Пасха, яйца. Мы были на службе сегодня, на утренней службе, на литургии. Причастили детей. Праздник это всей семьи, конечно. И завтра мы все соберемся за праздничным столом. Праздник Пасхи, да, нужно радоваться. На этот праздник все яйца разокрашивать, дарить друг другу. Уже купил вот освященные яйца. Целый пакет. Христос воскрес. Так верующие будут приветствовать друг друга еще семь дней. Но по православной традиции празднование Пасхи продолжится еще 40 дней. Ровно столько Христос являлся своим ученикам до Вознесения. Все прихожане разделили общую радость светлого Христового Воскресения. Данифа Тагирова, Евгений Анисимов, Республика. А на сегодня это все новости. Я прощаюсь с вами. Хорошего вам настроения. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин